Театральная весна Героев сказок и литературных произведений Далее всем 12 участникам предстояло показать не только свой творческий потенциал, но и свои знания в различных областях. Их ждали вопросы по математике, географии, литературе и не только. Задача осложнялась еще и ограниченным временем на размышления. Вопрос номер один. Где располагаются нашивки РСО и ООСО? Слева. Кто написал роман «Преступление и наказание»? Один. Федор Михайлович Достоевский. Какая птица считается символом мира? Голубь. Как звали няню, которая могла летать на зонтике? Один. Морепобе два. Какая гора в России самая высокая? Голубь. Фамилия какого композитора звучит как выстрел охотника? Любого. В перерывах между испытаниями конкурсантов на сцене прошло еще одно значимое событие. Подведение итогов конкурса – лучший отряд снежного десанта Омской области. Победу одержал отряд «Сибирский характер», который помогал с уборкой снега в деревнях и селах региона уже третий год подряд. Самым долгожданным и волнительным моментом этого вечера, разумеется, стало объявление итогов конкурса. Каждый из участников стал обладателем особой номинации. А главными героями, мистером и мисс Оосо, были выбраны бойцы педагогического отряда «Сова» – Иван Неупокоев и Оксана Пилипас. Я пришел в отряд, сказал, что я самый красивый в отряде «Сова». Мне сказали, да, ты идешь участвовать в мистере. Я такой, ладно, хорошо, я стану мистером. Я стал. Ну, я решила просто попробовать себя в новой сфере. Вот, видимо, удачно получилось. И мы очень рады, что у нас у обоих удачно получилось. И все очень круто. Командир штаба Омского областного студенческого отряда после награждения победителей подчеркнул, что такие конкурсы – это объединение участников разных студенческих отрядов в одну большую и дружную семью. Сам процесс подготовки идет вместе. Ребята, наоборот, даже из разных отрядов, из разных направлений, находясь на одной сцене, находясь на одних репетициях, становятся более дружными. Нам позволяет это выступать одной большой семье. И мы понимаем, что такие конкурсы нужны, важны, и будем их дальше поддерживать и проводить. Финал конкурса стал ярким и запоминающимся событием для всех бойцов ООСО – и участников, и болельщиков. Не меньше восторга было и у членов жюри, которые наблюдали за выступлениями ребят. Эмоции очень позитивные. Мне всегда импонировали конкурсы красоты, грации, спорта, таланта и так далее. Я сама была участницей и не раз занимала первое место, и поэтому для меня это очень близко. Я получила непередаваемые эмоции, правда. Впереди у бойцов новый трудовой сезон. А осенью мистер и мисс этого года отправятся на всероссийский слет студенческих отрядов Ростов-на-Дону. Субтитры создавал DimaTorzok